Приветствую друзья на библейском портале экзегет ответы на ваши вопросы что такое ересь и как ее распознать ересь это все то что здравому и богом установленному в церкви учению противится всякая отступление от святоотеческого определения о боге о церкви о нашем спасении елисей много за историю церкви возникало мало того иногда именно ереси становились причиной собрания святых отцов для формулировки православных вероопределений поскольку истина явленная во христе и отраженная в душах апостолов и переданные ими верным верному потомству не всегда находила словесные определения для себя а вот в связи как раз сложными учениями которые восставали против истины неправильно уча о иисусе христе господи нашим кто считал его тварью а не богом кто считал его по преимуществу богом а человеком условно кто о духе святом кто при святой богородице имел превратное мнение которое распространял и в ответ на эту ересь в ответ на это ложное учение церковь принимала решение в лице своих иерархов собираться для выражения и определения православного вероучения так что признаком ереси всегда является какое-то самопроизвольное эгоистическое своенравное изменение тех определений которые уже за четвертый век по преимуществу сложились церкви ибо называемое наше главное исповедание краткое и емкое никео цареградским символом веры в связи с теми первым и вторым вселенским соборами на которых этот символ веры был принят есть и дополнительное определение например двух константинопольских поместных соборов 14 века на которых утверждено учение о различии в боге непостижимой сущности и тех действований божьих энергий которые простираются к тварному миру и приобщение к которым не только возможно но и необходимо человеку для его вечного спасения это определение которые послужили опровержением юридического ложного учения сформулированного и умножаемого ересиархами к тому времени уже черпающими свои злые определения и учения и дела из недр рима католичества с их поврежденным учением о пресвятой троице бытии божьем о способе отношения человека и его создателя так что и в наше время можно услышать ложные учения о церкви о ее границах и это всегда повод бдительно обличать почему апостол павел побуждает своего ученика тимофея апостола со всяким усердием обличи то что не что что противится здравому учению принятому вами от меня апостол павел свидетельствует о той истине которая явилась во христе и необходимо для нашего спасения так что всякая формулировка всякая инновация обновленчество которое проявляется и в образах церковной жизни и в определениях и формулировках вполне законно может быть названа еретическим если не соответствует и букве и духу нашего священного предания внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а а а а